Сальвете, Кверите и Милитес! Меня зовут Игнатов Олег, я из клуба 9 испанский легион и сегодня серия из цикла обзора по римским имперским шлемам. Сегодня мы попытаемся в легкой форме проследить эволюцию классических римских имперских шлемов от самого раннего типа Империал Галлик А до поздних типов, завершающих серию классических имперских шлемов тип Нидер Биппер. Итак, начнем с самого раннего. Шлем Империал Галлик А. Его датировка конец первого века до нашей эры. Считается, что после покорения Галлии гальские мастерские переориентировались на выпуск шлемов для легионеров и модернизировали свои классические гальские шлемы для нужд римских легионеров. Соответственно, что отличает данный шлем при всей его похожести и узнаваемости традиций гальских шлемов, собственно, от гальских шлемов. Это наличие такого козырька на лбу, наличие вырезов для ушей и широкая тыльная защита шеи, которая у гальских шлемов чисто номинальная, очень узенькая. Что говорит нам о том, что этот шлем выполнен для нужд именно римских легионеров. Как мы видим, ранние типы гальских шлемов полностью лишены какой-либо бронзовой отделки. У них валикообразные волны на тыльной части шлема, что соответствует гальской традиции. Брови одинарные с ребром тоже очень похожи на брови на самих гальских шлемах и на щечники традиционной гальской формы с небольшими вырезами. И тут же еще также присутствует ранний способ крепления с внешней стороны на щечника с помощью ремешков на голове от колец, которые расположены на тыльной части. Для того времени это был очень дорогой шлем, потому что он выполнен полностью из железа, а массовое производство в римской армии того времени шлемов было из бронзы. Для ранних шлемов характерно тип Хайгенау, так называемый, высокая тыльная часть наравне с линией бровей, что говорит по мнению Коннолли о низкой посадке в боевой стойке римских легионеров. К сожалению, у меня на данный момент сейчас отсутствуют шлемы типов гальский Б и кальский С, на которых было бы хорошо показать дальнейшую эволюцию. Но, как говорится, что имеем? Как раз тип С был следующим этапом и отличался он от типа H тем, что у него уже низкая тыльная часть, то есть тип шлема Вайзенау. Но, так же как у гальского А, у типа Б и С полностью отсутствует накладная защита ушей, там только вырезы под сами уши, чтобы слышать команды в строю. Следующим серьезным этапом после типа С развития является классический имперский шлем. В данном случае это тип H, как сборник всех стереотипов о римском шлеме. И здесь, как мы видим, уже достаточно широкие профилированные нащечники с отогнутым задним краем, с широкими вырезанными и выступами. Очень много декоративной бронзовой отделки. Также есть крепление под плюмаж парадный. Брови выполнены уже тремя волнами. Ребра жесткости на тыльной части уже не валиком, а просто гребенкой. То есть гальские вот эти сильно выпуклые валики уходят и сменяются более простой прочеканенной гребенкой. Защита шеи, мало того, что тыльная часть сама наращивается, опускается, защита шеи тоже становится круто падающей. Это шлемы середины и второй половины первого века нашей эры выглядят вот примерно так. Следующим этапом эволюции римских имперских шлемов мы посмотрим на примере имперского италийского Г. Первое, что сразу бросается в глаза, это наличие усиления в виде перекрестьев из металлических прутьев, которые присущи только шлемам второго века. Считается, что они появились в результате дакийских воин императора Трояна как противодействие мощным тяжелым двуручным дакийским фальксам. Соответственно, при всей своей похожести на шлемы середины второй половины, они отличаются в общем-то только наличие вот этой мощной перекрестной пластины и еще чуть-чуть как бы уходят круглые декоративные розетки, уже не попадаются. И вообще у шлемов начала второго века, первой половины, декоративная отделка заметно оскудевает. Вот, пожалуй, исключением является шлем как раз из хеврона, потому что его собрат по типу шлем имперский италийский гей Сталинхофена, он полностью лишен какой-то отделки, у него просто обычная бронзовая полоса на лбу без какой-либо чеканки и нет ни окантовки, никаких декоративных накладок. Заключающим этапом в развитии римских имперских шлемов был шлем типа Нидербиппер. Это последний шлем имперский римский, который еще сохраняет черты классического римского шлема. Здесь как мы видим чашу, видим массивную широкую защиту шеи. Прежде всего, самым главным отличием этого шлема от предыдущего типа являются сплошные широкие нащвечники, закрывающие уши и закрывающие полностью подбородок. Очень большой широкий козырек и усиление в виде перекрестия, выполненное не из прутков железа, а вырезанное уже из листовой бронзы. Ну и еще характерной особенностью Нидербипперов, многих Нидербипперов, не всех, но большинства, являются вот такие вот декоративные заклепки в виде шипов. На наш взгляд это странно, но тем не менее это факт. И присутствие скобы для переноски. Поначалу ошибочно Робинсон причислял шлем этого типа к кавалерийским, видимо из-за того, что закрытые уши, потому что у кавалерийских шлемов более раннего периода наравне с этими, в отличие от пехотных с открытыми ушами, у всех кавалерийских шлемов уши закрытые. Но сейчас принято считать, что это шлемы именно пехотные, потому что такая мощная защитная перекрестие на сверху шлема, оно защищает только от рубящих ударов. Соответственно, имеет смысл только в пехотном строю. Вот так, если совсем вкратце, выглядит эволюция классических римских имперских шлемов от самых ранних, начиная с гальских традиций, и до самых поздних. Опять же, что касается самых поздних, почти все они выполнены из бронзы. Есть и железные образцы, но их в находках меньшинство. С чем это связано? Наверное, с кризисом 3 века и удешевлением производства шлемов для легионеров. С вами был Игнатов Олег, я из клуба 9 испанский легион. Изучайте источники, собирайте свой комплект и вступайте в 9 испанский легион. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова